Снова в небо в морской авиации появится полк-герой. Легендарный сотый отдельный корабельный истребительный авиаполк получит имя своего первого командира-героя России генерал-майора Тимура Апакидзе. Знаменитого палубного летчика многие историки называют создателем российской корабельной авиации. А воинская часть, которую он командовал в 80-е годы, сейчас успешно выполняет задачи на новейших палубных истребителях МиГ-29КР-Слешкубр. Для морских летчиков имя Тимура Апакидзе столь же значимо, как имя Василия Маргелова для военнослужащих воздушно-десантных войск. Крылья Каспия, Минобороны разворачивает спасательный авиаотряд. Его укомплектуют самолетами и амфибиями Бе-200 и вертолетами Ми-14ПС, как рассказали известиям в главкомате ВМФ. Подготовлены документы, необходимые для присвоения сотому отдельному корабельному истребительному авиаполку имя героя России Тимура Апакидзе. Сотый полк выбран не случайно. С этой воинской части началась история палубной авиации России. А Тимур Апакидзе не только был ее первым командиром, но и очень много сделал в 90-е для того, чтобы летчики начали выполнять задачи с борта тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Тимур Апакидзе удостоился звания Героя России в 1995 году. К 2000-му офицер дослужился до должности замкомандующего морской авиации ВМФ. 17 июля 2001 года генерал-майор Апакидзе трагически погиб во время показательных выступлений в центре боевой подготовки и переучивания летного состава авиации ВМФ под Псковом. Вопросительный знак при выполнении сложного пилотажа на предельно малых высотах самолет столкнулся с землей и разрушился. Имя Героя носит улицы в городах остров Псковской области, Североморск-3 и Мурманской области, поселка Новофидоровка, бывший Саки-4, в Крыму. В 2015 году приказом министра обороны Тимур Апакидзе был навечно зачислен в списке личного состава Нахимовского военно-морского училища, которое он окончил в 1971 году. Для морских летчиков Тимур Апакидзе как Василий Маргелов для десантников, отметил военный историк Дмитрий Болтенков. Первый командир сотого полка после перевода в 1992 году на Северный флот создал там систему подготовки палубных летчиков фактически с нуля. Поскольку вся наработанная в 1980-е годы в Крыму документация осталась украинской стороне. Присвоение сотому полку имя Апакидзе станет для его летчиков стимулом в совершенствовании своих навыков, рассказал известием заслуженный летчик-испытатель Героя России полковник Игорь Маляков. Взлет до Поднебесной В очень стесненных условиях, подчеркнул он. Сотый отдельный корабельно-истребительный авиаполк имеет непростую историю. Часть была сформирована в 1986 году в Крыму, это был первый такой полк в СССР. Командиром, по сути создавшим систему боевой подготовки палубных летчиков, стал подполковник Тимур Апакидзе. После 1991 года сотня военнослужащих полка, в том числе 16 пилотов во главе с Тимуром Апакидзе, отказалась принять украинскую присягу и перевелась на Северный флот, куда за несколько недель до распада Советского Союза перебазировали тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Прибывшие из Крыма летчики влились в состав 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка. Военнослужащих, оставшихся в Крыму, а также технику, власти нового независимого государства записали как украинский сотый морской истребительный авиаполк. Несколько лет новоиспеченные украинские палубные летчики занимались боевой подготовкой, но в связи с отсутствием у Киева авианесущих кораблей полк был сначала преобразован в обычный, а в 1996 году и вовсе расформирован. В Арктике будет жарко, войска испытают крайним севером стратегические учения армии и флота проведут за Полярным кругом. В конце 2015 года Минобороны России возродила легендарную воинскую часть. Сейчас в ВС есть два отдельных корабельных истребительных авиаполка 279-й, на вооружении которого находится Су-33, и сотый, пилоты которого летают на МиГ-29КР-Слешкубр. Первые образцы самолетов МиГ-29КР-Слешкубр были произведены на экспорт, а затем Минобороны решила закупить такие машины и для российских вооруженных сил, рассказал Дмитрий Болтенков. И когда встал вопрос, куда отправлять эти машины, было принято решение возродить знаменитый сотый авиаполк. Сотый авиаполк выполнял боевые задачи в небе над Сирией в составе авиакрыла адмирала Кузнецов. Во время боевой операции часть потеряла одну машину МиГ-29КР разбился при заходе на посадку из-за технических проблем. Пилот успел катапультироваться.